Здравствуйте, дамы и господа! И сегодня у нас очень плотная, плотная игра в режиме 1 на 1. Хорошая дуэльная карта, она называется Ретро. И кто у нас противники? На северо-западе у нас начинается владение синего зерга. Его никнейм это Бангару Хам Тори. Он отправляет своего овера точно по диагонали на юго-восток, чтобы обнаружить своего противника. А кого он хочет встретить? Давайте глянем. Это оранжевых таких расцветок Протас, его никнейм Мария и две такие... Я даже не знаю, это ромбик или что? Нет, это не ромбик. Ну короче, вы поняли, две перевернутые птички такие. Интересный, кстати, значок. Пробочка этого Марии и две птички перевернутые подходит и ставит пилончик. Он ставит пилончик для того, чтобы вот так потом поставить, скорее всего, какую-то стеночку. И еще здесь какую-то стеночку типа вот так выставить, либо раз-два, хотя тут будет Нексус. И вот, посмотрите, он куда-то направо ушел и снова возвращается. Бывает такое, да, когда вот ты идешь куда-то, типа, знаешь, ты что-то пришел, сделал, потом уходишь, уходишь, а потом ты возвращаешься и проверяешь что-то опять. Вот это именно про вот эту пробочку. У него, видать, такой есть ОКР. Кто не знает, что такое ОКР, можете загуглить. Может быть, даже у вас это есть. И вот пробочка теперь отправляется куда надо. Хотя, может быть, сейчас она возьмет и вернется еще раз. Кто знает, такое тоже бывает. Сколько у нас? Одиннадцать пробочек уже. Вот мы видим то, что тут ровно десять, плюс одиннадцатая, вот она, да. Да, вот она одиннадцатая. Двенадцатая заказывается. Тринадцатая тоже в планах есть. У Зерга тем временем пока что только одиннадцать дронов. Один стоит просто и отдыхает. И мы видим то, что Хэтчери также строится. Она уже практически на тридцати пяти процентах. И еще один дрончик, он, наверное, отправляется просто на разведку. Хочет посмотреть, где противник. Кстати, то, что мы говорили, Оверлорд летит на юго-восток, нет. Увидел ли он тут пробочку? Я очень надеюсь, что да. Потому что если он увидел, он поймет то, что нужно на юг куда-то двигаться, чтобы определить, где противник. Первый Зивот у Марии уже заказался, и он идет к своему противнику. Пробочка разведывает то, что тут Хэтчери, и она не достроилась. Он не знает на скольки процентах Хэтчери. Это очень хороший, кстати, момент. То, что когда ты на Зерга... Ну, не видно, короче, когда у Зерга построится. И также у Протаса не видно. Хотя просто по хпшкам понятно на самом деле. Но так визуально непонятно. Это же касается и вот как в Варкрафте третьем. Там здание прокачиваешь, и видно там, достроилась, не достроилась. Дрончик дерется с пробочкой. Такое ощущение, то что перебивает. Посмотрите, он на ходу ее дамажит. Очень-очень красавчик. Молодец. Это показывает то, что он вообще грамотный. И подойдет его садонет ли вот этими ножами. Ох, как неплохо в бочину прилетело дрончику. И он все-таки решил развернуться и полететь обратно. Почему я говорю полететь? Потому что по лору игры дроны, они как бы парят над землей. Поэтому, кстати, на них мины не набрасываются. Они как бы летают такие. Видите, у них вот такие вот, типа, ребрышки такие, да? Но на самом деле это не ребрышки. Это типа у него летают. Ну, такое. Как у летучей мыши, короче. Вы поняли. Ой-ой-ой. А тут кто? А кто это у нас тут? А мы видим то, что тут Зилот. Нет. Решил все-таки уйти. Молодец. Четыре зерклинга. Они идут. Встречают противника. Тут у нас Зилот. Начинает его атаковать. И другая группировка зергов из восьми зерклингов. Она идет практически на мейн к своему противнику. А тут только-только строится фарджа. И это... Ох, блин. Прикиньте его как окружить. О, давай-давай-давай-давай. Нет. Он все-таки решил на базу полностью пробежать. А это важный момент. Посмотрите, что он хочет сделать на базе. Вот тут давайте поподробнее посмотрим. Так, он подходит и нападает на... Так. Все-таки на самом деле тычковаться полностью с... О, хорошо приезжал одного. И всего лишь одного потерял. Зерклинга окружает. Очень неплохо с окружениями получается у зерклинга. И он вынуждает противника контролить своих рабочих побольше. Это очень большая удача, то, что он так забежал. Единственное, то, что зерклингу нужно понимать, то, что ему отсюда не уйти. Потому что тут фатонка начнет обстреливать. Вот. Поэтому все-таки он сюда прибежал. Нужно как можно больше результата добиться. Что мы имеем в виду под словами результат? Это либо зилотов убивать, либо рабочих. Но, честно говоря, убить рабочих не получится. И... Потому что они очень хорошо дамажат. И они сбиваются просто в стак. Отлично. И поэтому тут можно, конечно, погрызть пилон. Но он отрегенится. И поэтому, честно говоря, вот такие забегания именно к протасу, это не всегда успешные какие-то забегания. Да, конечно, можно вот так одного-второго пробочку забрать. Но, опять-таки, видите, он сейчас, может быть, и хочет убежать отсюда. Но просто его канонка задамажит. Опять-таки, уничтожить какое-то здание ему не дадут. И тут строится еще одна канонка. Ну, вот разве что пытаться как-то подбежать и задамажить какого-нибудь условного. О, вот это вот хорошая тема. То, что он зилотов схавал. Это, да, реально здорово. И учитывая то, что тут канонка скоро построится. Можно, на самом деле, просто даже суициднуться, возможно, в какую-нибудь пробочку. И просто попытаться ее забрать. Давайте посмотрим. Да, попытался забрать одну и еще, еще одну. На самом деле, хорошо. Купил своих зерглингов. Молодец, красавчик. В этом плане, молодец большой. Есть три овера, которые просто летают где-то в центре. Строятся еще дополнительные хетчери. Буквально вот на севере, на 12 часах. Также мы видим экстрактор. Первый экстрактор, второй. Есть Т2 и заказывается муталиски. Тем временем, есть ли какая-то кибернетик кора у Протаса? Тем временем, да, конечно, кибернетик кора есть. И, скажу больше, даже есть Старгейт. Старгейт. Но, если закажется мута намного первее, тем более, мы видим то, что с двух экстракторов он хочет качать себе газ. Посмотрите, минералы вроде как есть, но нету большого количества газа. И, обратите тоже такой момент, 31 рабочий, 31 пробка против 19 дронов. Вот, этот момент тоже важный. Кстати, тут, наверное, будет колонию делать. Давайте посмотрим. Да, нет, хетчери, хетчери все-таки. И он вот этой вот толпой может на самом деле нападать. Раз, два. И есть ли еще в заказе мута? Нет, мы видим то, что муты больше в заказе нету. 5 мут, это очень хорошо. Хорошо, кто-то спросит, почему 5? Я скажу, потому что 4 мута лиска, а 4 умножить на 9, это у нас сколько? 30. Подожди, вопрос интересный. Теперь, наверное, так 27 плюс 9, это сколько? 36, да? Да, 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 36. Вот это ответ на вопрос. Почему их 5? Потому что 36, а у этого 20 плюс 20, 40. А когда их 5, они дамажат уже не 36, они дамажат 45. 45 это чисто хп-шки рабочего, и поэтому 5 мута лисков. Этого достаточно для того, чтобы приходить и пробочек просто вот так вырезать. Вот она математика Старкрафта. И потом, кстати, этих мута лисков, их можно превратить будет в дрончиков. Кстати, вот сейчас сколько он мута лисками уже убил, давайте посмотрим. Вот он убил 2, вот он убил 2. Так, каждый раз у меня этот выбирается, или что? Или каждый из них по 2 убил? Да, 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 такое ощущение, что каждый на самом деле убил из них по 2, но кто-то вот одного. Очень хорошо он показывает результат. Вот это вот, конечно, грустно. И вот эта мута, если погибнет, да, теперь он с одной банки уже не сможет убивать. На самом деле, да, это было, возможно, даже зря. Но он, давайте вот сейчас просто посмотрим. 2, 1, 1, 2. И тот еще 2 условно убил. То есть он сколько минералов? 300, 400 минералов противнику сжег, а сам потерял только 100 минералов и 100 газа. Это очень круто. И теперь сюда, внимание на рабочих. Он себе восстановил зерк полностью. Количество рабочих у него 36 против 37 у протаса. Газа просто какое-то нереальное количество. И это он тут еще не начал газ качать. И вот с этого газа можно просто, представляете, сколько муталисков понастроить. Конечно, против заказываются него вот эти вот парни, корсары. Им, кстати, атака уже начала качаться. Вот. Их много на самом деле. Но как их пробить? Их же можно как-то пробить, наверное. Но для этого нужно строить языки. Вот они строятся, мы видим. Кстати, хорошо задефался. Ох, неплохо, неплохо. Скурш влетел. Но, конечно же, сейчас нужно валить ему немножечко. Язык бы еще один был. Ох, представьте, как бы было легко и просто сейчас игроку за зергов. Да, он, конечно, врывается в корсаров. Но на самом деле тяжело их пробить. Потому что они бьют сплэшем. И зерг теряет достаточно приличное количество юнитов стоих. Надо как-то убивать корсаров. Он может, конечно, хитом ранить, кстати, своими корсарами. Но все-таки, да, пытается как-то отбиться. И все-таки можно задекларировать то, что он отбился таки. И у него есть зерглинги. И гидролизм, мы видим, также у него есть. Он качает скорость передвижения. Мускулярные аугументы. Мускуляр аугументы. Главка пока, кстати, нормально стоит. Атаку не качает своим летающим юнитом, кстати, зерг. Есть большое количество зерглингов. Есть группа с куржей. Есть мута. Но она просто около базы стоит. Сделает крип колонию. Еще одну. Нет, это не еще одну. Это первая только эволюционная камера. Мне все-таки нравится больше, когда через две эволюцион камеры играет игрок. И, кстати, мне нравится даже больше, когда качается ближний бой на зергов и муталисков. Но мы посмотрим, что он качнет. Вот, если каченокарапейс, наверное, это будет даже самое правильное решение. Хорошая застройка. Хорошие тут находятся личинки. Точнее, даже коконы, можно сказать. И там заказывается гидролизм. Вот он, вышел гидролизм. Давай, давай, давай. Подходит. Так, мы видим, что зелот куда-то отходит. Они убегают и тянут время. Думает, наверное, то, что большое количество какой-то муталисков. Это не так. Заказывает ли он? Неа, он не заказывает никаких себе дополнительных... Никакие дополнительные летающие отряды себе не заказывают. У него есть 5 корсаров. Этого ему достаточно. Также мы видим. Раз, два, три, четыре, пять, пять, семь, восемь. Нет. С тем и вот эта восьмая, да? Много ли это? Я бы сказал, что это очень много. Потому что, ну, тут просто нон-стопом можно делать зелотов. И вы посмотрите, без флуатов абсолютно играет товарищ на протосе. Он газ и минералы полностью тратит. По поводу зерга. Он качает атаку дальнего боя, не броню. Что интересно. И мы видим то, что... Кстати, такой момент. У зелотов-то урон качнут. И это значит то, что они с двух банок будут убивать зерглингов. Зелоты с двух банок сейчас будут убивать зерглингов. Такой момент. Мне нравится то, что он расплетел своих зерглингов. И будет видеть, что тут происходит. Также отряд Гидрю он привел. Обратите внимание, это именно отряд. Плюс оверлорд. Хотя он что, стакать его? Нет. Наверное, он просто вот так это сделал для того, чтобы... Для того, чтобы туда, может быть, посадить кого-то внутрь. Хотя нет, тоже вряд ли. И сейчас он качает дальность атаки для гидролисков. Нет, все-таки я сомневаюсь, что он будет делать дроп. Да. Люркеров потихоньку делать. Да, наверное, все-таки он хочет просто привел туда, чтобы тут построить базу. Мы видим, да, дрончик пришел. Минералы есть. Да, и скорее всего он закопает его и будет тут делать. Так, мы обратите внимание. Сделот просто подошел, не увидел тут зерглинга и ушел. Это хорошо. Это хорошо. И посмотрите, какая большая струйка идет гидролисков. Она подходит в центр и вот так визуально просто на карту обратите внимание. То, что зерг, он просто контролирует большую часть этой карты. Я говорю не про базы, я говорю не про что-то другое. Хотя тут, посмотрите, протас тоже себе строит третью. Я говорю именно про визуал. Насколько хорошо контролируется. Мута видит то, что пробочка тут строит. Она строит пилон, пилон и нексус. Хорошо, что он убил пробочку, потому что сейчас не будут воткнуты в эту самую секунду здесь потонки. Но этим он бежит. Именно это и делает. Он ставить будет потонки. Это очень важный момент. Нет, он все-таки не ставит. Он видит то, что армия привел, думает, и я не буду ставить потонки. Они мне просто не нужны. Да, такой момент интересный. Большое количество гидры. Большое количество, я бы сказал, раз, два, три, четыре, пять. И даже шесть. Шесть люркеров. Это очень много. Шесть люркеров это реально много. Здесь люркеры есть. И тут, конечно, это просто деф. Это не считается. И больше люркеров пока что на карте мы не видим. Но это достаточно много. И посмотрите, что он делает. Он одним люркером просто по-тупому вот так побежал. Но это не тупняк. Зато он что-то увидел. То есть это не полностью слитая люра. Хотя она стоит очень дорого. Но будем считать, что просто мискликнул. Такое бывает. Никаких претензий к игроку нет. Бангарут. Берут свои слова обратно. Осуждаю максимально. Так, мы видим то, что тут одна буквально канонка стоит. Нет, две. Это уже тяжело. Туда прорваться будет не так просто. И мы видим то, что качает что? Еще раз качают атаку. Мы видим. Тем временем у протаса один. Один. И сейчас будет еще и два брони. Вот это вот попробуй пробей. Вот это попробуй пробей. Тимплары есть. У тимпларов энергия есть. Посмотрите, они фуловые по энергии. Ах, какой же шторм. Как же накрывает своего противника. Посмотрите просто, какая драка идет. Плотная. Очень-очень сильная драка. Большое количество драгунов. Они чувствуют себя очень комфортно. И посмотрите, какие штормы хорошие. Плотно стоят драгуны. У них площадь соприкосновения очень хорошая. И поэтому они реально отрывают куски просто от абсолютно всех юнитов зергов. Он ворвался сейчас в оверов. Думает, что там возможно дроп какой-то. Но нет. Там вроде дропа никакого нет. И он просто вот так отлетел. И посмотрите, как же терпит сейчас зерг. Он даже дрончиков привел на подмогу. Но ох, какой же шторм. И посмотрите. Ох, он отменил. Кстати, красавчик. Гидрой отменил заказ бюркеров. Сэкономил ресурсы. Отменил. И просто побежал обратно. Это очень хорошо. Ну, да. Мы видим то, что что-то потерял сейчас зерг. Это неприятно с одной стороны. С другой стороны для протаса это конкретный успех. Потому что у него уже работающая база. И это на самом деле для протаса это очень круто. Тем более, если он нагрянет сюда. Тут будет очень неприятно. Строит язычок, но он всего один. Группировка зерга пытается забайтить протаса. Прийти сюда зачем, мне непонятно. Потому что тут намного сильнее защита есть у зерга. Да, он приходит, видит то, что его язык кацанул. И решает все-таки уйти. Давайте посмотрим, какая будет тут происходить драка. Очень сильно врывается противник. Очень хорошо накрывает штормом. Вперед выводит люркеров. И посмотрите, как же драгуны нагибают. Они чувствуют себя очень хорошо. Раскидываются постоянно штормы. Да, с юга подходит своими гидролисками. И начинает атаковать неприкрытых драгунов. Драгунов, но шторм очень хороший. Прямо блистательный шторм. Так, давайте посмотрим. Люркер стреляет. Уничтожит ли хоть одного темплора. Выщелкивает темплоров. Такое ощущение, что специально на них нажимает. И посмотрите. На самом деле эта драка была тоже в пользу протаса. Но вот сейчас на отходе, конечно, зерк может подбить какое-то количество. Посмотрите, он фокусит. Да, он зафокусил темплора. И начинает, ну, как бы в бегство обращен протас. Но как только подойдут зилоты, уже это будет контратака. Да, это контрнаступление. Довольно-таки тяжело тягаться против зилотов. Тем более, обратите внимание, какая броня у зилота. 2 плюс 1. И сейчас будет 2-2 по апгрейдам на атаку. А это очень важный момент. И посмотрите, энергия уже есть у темплоров. И они сейчас могут очень неплохо забросать своего противника. Да, мы видим то, что он, конечно, здесь люркера поставил, зафокусил темплора. Очень хорошо, молодец. Но подходит обсервер, и он уже увидел противника. И никого тут не убил люркер. Но хотя бы задержал на какое-то время продвижение войск противника. На своем мейне протас уже закончил поедание минералов. Так, посмотрим, что зерк делает. Он ставит еще 2 эволюционные камеры. Хотя можно было это сделать. Давайте согласимся. Минут 5 назад. И он качает уже почти вышел в Т3. У протаса пока что Т3 нету. Почему такая зеркалка была по поводу эволюционных камер? Почему он начинает грейдить? Потому что он просто увидел то, что протас 2-2. Вот сейчас уже будет 2-2. Он, конечно, пока что видит 2-1. Кстати, такой момент. Посмотрите, какого бы драгуна я не щелкнул. У него практически у всех есть какие-то киллы. И причем неплохие такие киллы. Это говорит о том, что драгуны, они практически не умирают. Вот. Но они, как бы, находясь в драке, наносят хороший урон. То есть это юнит поддержки. Не факт, что их нужно прям очень много. Но они очень нужны. Они круто дамажат. Это просто факт. Так, зерк хочет задефать свою новую нычечку на северо-востоке. Мы видим то, что начинает качаться карапейс, ближняя атака и адреналиновые гланды. Вот теперь смотрите момент. Все время он не качал, у него 5 урона. А броня тут 3. То есть он по 2 единицы будет дамажить. Поэтому если не качать урон зерглингам, Но это будет просто габелла. То есть им как раз таки и нужно качать урон. И пока у противника, я не знаю, одна броня, Уже должно быть желательно 2 или 3 атаки у зерглинга. Тогда они просто куски будут отрывать. Особенно с прокачкой на вот эти адреналиновые гланды. Это будет очень даже хорошо. Гланды, говорю. Но имеется ввиду, глэнс это железо на английском. Кстати, тоже интересный момент. То, что гланды в русском языке называют железо. Но какие? Миндалины. Дневные миндалины. Группировка зерглингов, конечно, не убьет тут никого сама по себе. Но он просто врывается и пытается уничтожить темплара. Вот это, кстати, довольно таки хитрый момент. Потому что если вот эти 8 зерглингов убивают темплара, То по газу выигрывает зерг. Крутится, вертится. Очень много протаса. И неужели он наконец-то... Ох, он подходит. И тут уже будет драка походу суровая. Очень далеко, кстати, закапывает люркера. Тут стенки нету. Ах, какой здесь шторм. Второй шторм. И просто уничтожает. Минус 2 люркеры. Закапывает. И давайте посмотрим, убьет ли тут хоть одного противника. Вот эта группировка. Да, один зилот умер. И ох, он нападает толпой. Столько штормов он получает в лицо. Столько штормов он получает в лицо. Обалдеть. Это просто какой-то унижалити, блин. Посмотрите, тоже люркеров много. Они несинхронно бьют. Ну да, они пытаются вырубить. Ох, хорошо. Он выкапывается и уходит от штормов. С одной стороны это здорово. Блин, с другой стороны люркеры. Они без прикрытия. Но настолько они... Настолько им нужна какая-то помощь в виде хотя бы вот этих же зерглингов. Посмотрите, зерглинги, как хорошо они бьют. Ох, ох. Вот тут я беру все свои слова обратно. Давайте, работайте, зерглинги. Зерглинги, работайте, братья. Давайте. Ох, как же хорошо. Как же хорошо пошло. Посмотрите, тут Нидус канал. Есть Нидус червь. В Нидус червь он отправляет своих ребят. И посмотрите, как же круто получается это. С юга нападает. Нидус червь погиб. И, блин, только небольшое количество зерглингов осталось. Они пробивают. Но посмотрите, из-за вот этой брони как же помалу отрывает. Ох. Там просто они в два раза меньше атакуют. Посмотрите, три против прокачки в единицу. Это сколько будет? Вот у них шесть. Шесть минус три. Это сколько? Три. Это значит в два раза меньше урона он вносит. Но это вообще ни о чем же. Ух. Да, это конечно жесть. Мне очень на это тяжело смотреть, потому что обычно, когда зерглинги нападают, они просто убивают за секунду вот этих вот драгунов. Блин, прокачки это очень круто. И посмотрите. Ааа. Они куда-то исчезли просто. Обалдеть. Такой стресс. Такой стресс. Дефайлер, сделай что-нибудь. А, маны нет. Дефайлер, ну ладно. Так, у протаса, кстати, по базам очень много. И они все работают. У зерга, кстати, дополнительные базы он не брал после этих четырех. Давайте посмотрим с вами. Здесь работает, здесь работает, здесь работает, здесь работает. Но дополнительные такое ощущение, что он никакие не захватывал. Тут попытался, не получилось. Протас тем временем захватил и здесь. И раз, два, три, четыре, пять. Пять против четырех у зерга. Это очень даже необычно. Потому что всегда преимущество на стороне протаса. И протас, если он опережает хотя бы на одну базу, это довольно-таки плохо сказывается на вообще, в принципе, результатах любой игры. Вот. Но, несмотря на это, мне кажется, что, да, и с прокачками как-то, обратите внимание, у зерга как-то тяжко. Он все это время не качал, и у него в итоге один-один. Плюс два. Это для дальнего боя. Да, конечно, адреналиновый гланды есть. Но тут, смотрите, кстати, Архона уже качает. По поводу каких-то технологических юнитов. Есть большое количество люркеров, которые себя не показывают с лучшей стороны. Есть дефайлеры, которые тоже вот эти здания. И сами дефайлеры, они кучу газа строят, и им качается энергия. Но, ну, условно, тут какой-то сварм, допустим, мы видели с вами, был брошен. Но как-то он себя не оправдал тоже. А, я видел. Поэтому для меня это вопрос дискуссионный. Ну да, сюда можно кинуть сварм. Вот прям сюда, давай, кидай, кидай, кидай. Да, кинуть сварм. И еще один. Хорошо. И вот это можно сгрызть. Попытаться хотя бы потомочки вот эти загрызть. Давайте посмотрим. Да, потомки хорошо погибают. Это очень даже неплохо. Но тут драться получится ли? Потому что условно подходят зилоты, у которых прокачки. Теперь смотрите. Три, два, один. Три атаки. Два родной брони и один щит. И плюс еще в заказе, посмотрите, третья броня и второй щит. Это реально вообще пробить или нет? Тем более то, что 23-я минута игры. Зерг подкапывается люрами. Пишет ГГ. Не получилось у Зерга абсолютно. Давайте посмотрим результаты игры. По общему скору, посмотрите, насколько сильно опережает Протос. По юнитам. Зерг сделал 610. Потерял почти всех и потерял, соответственно. А Протос уничтожил, прям вообще настрелял. По ЭПМу Зерг немножечко побольше. Ресурсы одинаковы. Посмотрите, почти по газу. И одинаковы по минералам. Довольно-таки странно было на такое смотреть. Но мне игра понравилась. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.